Енисей в этом сезоне отнюдь не аутсайдер. Красноярские баскетболистки чуть не полвстречи боролись с Надеждой на равных. В преддверии важнейших матчей Евролиги наши тренеры постарались не сильно нагружать лидеров, Боннер и Круз, предоставив побольше игрового времени запасным. В конце второй четверти оренбурженки совершили рывок 9-0, который и предопределил дальнейший ход встречи. До этого момента сибирячки держались, но после посыпались. В третьем периоде преимущество Надежды было уже безоговорочным, 27-8. И в завершающей четвертой четверти только увеличилось, плюс 7. И в итоге разгромная победа с неприличной разницей в счете 86-47. Саморезультативно стала Макбрайт, 18 очков. Вызов в сборную России явно вдохновил Майгу, она лучшая по подборам, 10 и 12 набранных баллов. Надежда с единственным поражением от УГМК по-прежнему вторая в чемпионате. В четверг игра в Иванове с Энергией. В очередном матче Суперлиги волейболисты нефтяников встречались с Кузбассом. Настроение у соперников было кардинально противоположным. Кемеровчане в предыдущем туре вырвали победу у московских динамовцев. Наши напротив упустили свою в матче с новой. Сейчас Кузбасс уверенно взял первый сет, но во втором оренбуржцы собрались и выиграли его не менее уверенно. Третья партия стала ключевой. Нефтяник все время догонял в счете и к завершению на морально-волевых сравнял его. В самой концовке удача оказалась на стороне Кузбасса 27-25. Наш бич – короткая скамейка. Равноценных замен нет, и хотя оренбуржцы боролись до конца, четвертый сет остался за соперником. Кузбасс побеждает 3-1. В субботу будем принимать Енисей. Анатолий Юденич, Новости дня.